Вот это молодые деревья, это трех-четырехлетние абрикосы, в нормальном почве нормально растут, эта почва у меня очень бедная, предлагаю сразу не пугаться кислой почве, потому что деревья почву переделывают. Когда я взял участок, здесь росли хвощи, не делая никаких анализов на ПАЖ, на кислотность, на щелочность, я просто знал, где хвощи, там кислая почва. Прошли годы хвощи щезли сами, деревья переделывают почву, и вот они молодые, я не буду обосновывать, я уже обосновывал, почему я беру только с молодых деревьев. Но черенки великолепные, сегодня у меня был Виктор из, по миру не называл, я старый, он два года назад на 70 тысяч у Сергея купил саженцев, а сейчас приехал ко мне за черенками. Еще семена. В общем, это будет еще один очаг наших железов, он меня считает учителем, вот, это еще один очаг мой, но уже в Выссо-Баканском районе, вот, потому что дело пошло, вот, и вот что получается. Какие черенки он у меня купил, вот, и такие вот, сейчас покажу. Но главное-то что, не обосновывая, я сразу скажу, только с молодых деревьев, привитых молодых деревьев. Все, только это, это главное требование нового садоводства, если оно существует новое, оно пока существует в узких рамках, вот, но тем не менее существует, только с молодых деревьев. Это противоречит канонам, скажем так. Вот оно. Видели? Специальный снимок сделал. Впечатляет. Мне пришлось, так как я сторонник, брать черенок с нижней части, они такие толстые. Я научился, руки резал, но я научился делать саженцы, привитку, с очень толстых веток, подвойных и привойных. Очень толстые. Вот, хорошо точный нож, тренировка. И вот они получались. И вы знаете, когда накладываешь, если идеально наложил, с моей же пленкой, как следует, намотал. Вот те шедевры вырастали, что я Курдюм ему показывал. До трех метров, однолетки. До трех метров. Ну, два с половиной, это вот мы становились на цыпочки, поднимали руку, еще полметра. Сколько будет? Догадайте сами. Еще полметра от вытянутой руки. Вот. Но это надо уметь. А мы с вами здесь ищем границы возможного, и получается, мы их раздвигаем. Самая ценная часть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот. Но с такой длинной ветки можно брать и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Но до половины-то точно. Вот, пожалуйста, жалецкая школа. Вот это вот предназначение для продажи. Кстати, уже вот эти вишни кончаются. Знаете, что такое грушевесная красавица? Вот, для примера. Я не рекламирую. Дело в том, что я просто хочу, чтобы вы знали. В этом году у меня удвоился спрос на черенки. Я не ожидал этого. Потом, задним умом я всегда сильный, я дотункал. А когда-то должно было сказаться то, что я тысячи семян разослал по всей России, за пределы России. Должно было сказаться. Так же? И сказалось. И тут выясняется, что я не могу всех обеспечить. Вишни Дганович, режьте его. Вот то, что вы видите, это еще меньше, чем вы видите на экране. А про груши я честно хочу сказать. Меня задают попутные вопросы. А как? А мы на ваше усмотрение вышли. На мое усмотрение хочется удивить. Я говорю, если яблони, то Голден Железово или Апорт Чернобаева, видите, как уже новое название, Клода, 400-500 граммов яблоки. Лесная красавица, вот эта груша. Или гигант Подмосковья. Они от 4 до 500 граммов. Это же сладчайшее это, вот что. Это же, тут невозможно себе представить. Ну, вот эти веточки, допустим, я продам, все, крыша, лавочка закрылась. Вот так что. Вот. Уже, ну, посылок 20 уже разослал. А дело в том, что уникальнейшие вещи. Уникальнейшие. Еще раз говорю. Вы не найдете каталога. Видели каталог по семенам? Видели. Вот. Вы не найдете каталога по черенкам, там, нигде не рассылал никому, кроме тех, кто просит. Только потому, что мне все равно всех не хватит. Вот так выглядит молодой саженец. Вот. Знаете, вот подвернулся под руку, он случайно, не случайно. Вот так выглядит молодая, молодая слива, привитая, да? Почему она так рано заплодоносила? Потому что я над ней совершил не опыт, а это антиопыт. То есть, он просто, я его плохо закопал. Поливал, вылезла какая-то. Все, дерево быстрее дает урожай. Ничего хорошего в этом нет. Я это говорю не для того, чтобы сказать, ух, какой я. Я взял, корни обнажил, она тут же заплодоносила. Я поел первые, там, 20-30 плодов. Это так рано. Это только для испытателей. И наоборот. Я вот если показал снимок, не знаю, чтобы восхищали. Ах, какой Железов. Молодец. Да Железов проворонил вот это место. Проворонил. И не должно быть здесь ни одного плода. У деревьев должно быть детство. Вот теперь скажите. Это самое объективное человек или нет? Вот это вот. Груши, привитые на яблони. Читаем. Садовод Макар и его помощники. Это вы можете... Знаете, что... И вот тоже мы отдельно еще... Мы так сделаем, что... Мы отдельно поговорим об этом чудо... Чудо садоводия. Почему? Сейчас объясню. Значит, у нас сегодня тема прививки, да? Вот. А он мне звонит, так, Алексей? И говорит. Я просто как маленький пример. Вот она жизнь, она кипит в этом. Вот добился замечательного успеха. Я говорю, Бродский у нас на Дальнем Востоке. Казьмин царствовал на Дальнем Востоке. Этот самый... Байкалов в центре Сибири. Латинков на Урале. Вот. Прикнувшись с ним Железов. И... Все. А в Европе-то этого нет. И вдруг... Человек, который... Я уже два года про Макарова снял фильм. Уже тогда у него успехи были. Еще два года. И хотя это конкретная тема вот этого. Он мне звонит. Вчера говорит Константинович. Книги прочитал с запоем. Вот. Замечательно. Благодарил меня. Вот. Я говорю. Да я уже, судя по его фотографиям, ему уже надо было лазить наверх. Потому что мы от науки не дождемся ничего. У них прервана связь. У них питомники торгуют. Чем попало. Зачем нужна наука. Когда никто не собирается тиражировать все, что наука производит. Да и к тому же в эти рамки. Изувечит дерево, а потом добивается от него иммунитета. Слово иммунное. Это иммунитет. Правильно? А какой иммунитет изувеченного дерева? И вот получается, что надо самим... И вот тут мне звонит Макаров. И говорит. Ну вот то, что я сказал. Говорит. И вот. Я говорю. Следующую книгу. Спасибо за... Он авторитетный садовод. Для меня его похвала. Это награда для меня. Так я его уважаю. И вдруг. Я говорю. Ну, придется следующую книгу выпишет. Как? Да я. Да ничего. Я говорю. Да чем писать-то? Разговаривайте. Рассказывайте. И все. Фильм снимайте. Разговаривайте. И вдруг он мне говорит. Куда-то позвали его в какой-то центр. И сказали. Можете выступить с докладом. А он же там уже авторитет же. Правильно? Его уже по телевидению показывали. А я говорю. Ну, и что? А, да куда мне там сам Седов великий? Я говорю. Знаете, такой вот еще. Кто же Седову не знает? Ё-моё. И что? Да вот я, наверное, не пойду. Как я на него накинулся? Я говорю. Трусов нам не надо. Алексей. Нам не надо трусов. Обязательно должен поехать. Обязательно должен выступить. Больше некому. Все. Мы последние. Нас, скажем, годом все меньше становится. Вот такой был разговор. А про его фотографии еще поговорим отдельно. Потому что там технология. А здесь я одну только представляю. Какую? Это дерево сад. Есть груша, привита на яблони. А в чем проблема у садоводов, будущих привальщиков? Не на что прививать. Груши под двое мало. Кстати, у меня их много. Но их никто не покупает. У меня, например, есть... Кстати, сегодня впервые заказали веточку дикой груши. Это я чуть со стола не упал, когда посмотрел. Вот. Веточку дикой груши заказали. Ну, это ладно. А это, видимо, последний будет в этом году. И в следующем. Первый, последний. Но дело в том, что семена-то берут очень плохо. Грушевых нет. И тогда я в отчаянии говорю, вспомню. Тут как раз-раз приходит вот это вот. Это я с экрана снял. Как он груши. Детский груш на яблоне. Дерево сад. Тогда я быстренько нашел свою в архиве фотографию. У меня же тоже не было грушевых под двое. Ну и что? Испытал, испытал, испытал. Вот она, лесная красавица. Прямо на этой, на яблоне висит. Потом я нашел границу возможную. На Сибирку привил. Соснежные прививок. Почти все мертвые. 10-20 чахлых. Продолжать, приучать к Сибирке, не грушу, к яблоне Сибирке. Зачем? У меня же семян 20 тысяч или 30. Зачем мне это надо? Вот. А вам что я могу посоветовать? А у вас лесополоса. А там полно может быть этих семянцевых яблонь. Вот находят, приходят фотографии. Находят яблони прямо в лесу. Заброшенные сады. А что там? Груш никогда много не было на Руси. А яблонь всегда была приличная. Ищите их потомков. Корневые отводки выкапывайте. Семь, сылка. И поливайте на них грушу. Но не дикарей. Дикарями только деньги выбросьте. А культурная, ну вот сколько мне показывали, присылали фотографии. Растет себе и довольно прилично там 70 грамм, 100 грамм плоды. Ясно, что предки были еще более культурные. Почему на нее грушу не привить? Или на семечки взять? Вот это мои чудеса. Вот так они выглядят. Это то, что я рассылаю. Вот это та самая жердель. Фотографию делал осенью прошлого года. Я побарабану эти морозы. Я пересадил уже в начале зимы. Да, чтобы Сергей это не уничтожил уже до последнего. Вот. Это та самая жердель, которую по 200 рублей не мог он продать. Нашел место для одной. Вот. Почему я вам это показываю? Вот. И делал потому, что уже через год-два ну, в общем, я когда выбирал, и прежде чем он их все погубил, ненужные вам, да, 200 рублей же, это же жалко, бутылка же водки стоит-то. Боже, бутылку водки купить на эти деньги. Тут Андрей прав. Вот. С Латвией. И получается так, что я выбрал единственную, на которой пусть всего два года, а на ней были цветочные почки. Искал, искал, нашел. Настоящий год может не заплодносить, а через год уже точно плоды. А рядом королевские академики. Вот так вот начинается селекция. Думать не надо, гадать не надо, садить надо. Вот и все. Теперь скажите, есть у меня косточки? Есть. И вот интересный еще момент. Я все, смотрясь в сторону селекции, мы с тобой, это неинтересно. Вот если приглядеться, в самом низу, вот этот вот побег, пенек, это академик роз. Так. А вот это из-под земли вылез, веточка, мужицкого абрикоса. Если вы хоть раз в жизни видели академика, он меняет окраску обычно в конце зимы, вот, в течение зимы на особую, вот такую вот. Так вот, вы меня спросите, это что было бы, если бы я не знал, что это непривитый, если бы я не знал историю его, я сказал бы, да это же академик. Как, получается, гены-то передались, вот теперь, а я уже вам рассказывал, а уже с Сергеем поспорили, он говорит, а вот закончал же этот, вот же, агроном техникум закончил. Нет, будут так, дикари. То есть, ну, не дикари, но это, академикам пахнуть не будет. А я уже спутать, это невозможно с другими. Вот уже кора другая. И что я сделал? Правильно, нарезался веток и предлагаю тем из вас, кто надеется на чудо. А, веточку срезали под названием сеянец манджурца, но мне должно быть морозостойкость манджурца и качество, пусть не полное, но академика. Хух, высказался. Ну, таких я срезал. А, у меня есть фотографии, я забыл ставить. У меня сегодня Виктор приезжал. Виктор, привет. Ты же смотришь мои эти ролики. в мои вебинары. Что я тебе предложил? А? Большой скидкой. Я тебе перед тобой положил несколько веточек, вот, срезанных с академика, несколько веточек, срезанных с королевского, и несколько веточек, срезанных с фаины. А веточки вы видели? Все разные получились. Вы-то рядом сидели, я бы не стал вам голову дурить. Вы взяли по одной веточке, то-то-то, потому что у вас большое будущее. Купить на 70 тысяч два года назад сануцел, вот с этим вы приехали, а теперь мне нужны все эти черенки, сказали вы, ну, и так далее. Вот это вот интересный разговор. Ну, насчет того, что я про цену. Я поднял цену до 150 рублей. Ну, допустим, полтора раза дешевле я продавал этому Виктору из Абакана, да. Дело в том, что вот это яркий пример. Приходит весна после моих этих обрезок. Обрезки не специальные, нет. Обрезки только для того, чтобы взять черенки на прививку, на продажу. И после этого, смотрите, вот тут взял черенок, смотрите, вот так погибло. Вот это мертвое вся мертвое, да. И вот это я отрезал, тоже было мертвое. Это еще была живая, но тоже умерла. Вот это вот стоило отрезать, и вот уже пошло, смотрите. Это уже ненормально. И это вот ваши 150 рублей. Я калечу деревья и прошу меня понять, откуда у меня такие цены. Вот. Смотрите, до чего я докалечил. Это был королевский. он не был, он есть. Дело в том, что не верьте никому, кроме меня, и моих сторонников. Значит, это пока еще дерево было живо, а эти веточки только появлялись, ни в коем случае их нельзя уничтожать. Да, им тоже не сладко. Вот я уже, видите, ветки отрезал на прививку. Вот отрезал, отрезал, но еще живо. Вот это короткий век связанный с страшной мученической жизнью. Маточная деревня у меня есть такие, из которых я за все годы по 500-600 сереньков срезал. И то, что они живы, это только благодаря тому, что правильно посажены были. Не гниют. Вот это вот 32 года, 33, да, очередной абрикос. Он уже, он уже грибами покрылся. Я взял, почему этот снимок? Посмотрите, он сидит на этом, на холме, если вы видите. Вот. Видите, неубранная трава, видите, листва сброшены. Этой листвой мы накормим червей. Вот. Ему тяжко, он весь изувечен, он изувечен страшно. Вот, потому что в лучшие годы я брал по 50-60 веток с него. В лучшие годы. Володого еще. Вот. Не вздумайте вот это, прикасаться к нему. Руки просят, от этих грибов. Не верьте этим. Неудобно говорить. Ну, хорошие люди, но настолько не, ну, как бы сказать, им неграмотным нельзя назвать. Они могут забить меня терминами, но они не знают жизни дерева, не знают жизни природы. Вот это трогать нельзя. Вот это дерево и опять метровые приросты. Дальше. Я сейчас, значит, это самое. Вот это вот, я хотел с вами поговорить, но не буду. Но самое главное, почему, что это, как сказать, у нас получилось как, о дикости культурности, это касалось якобы людей, деревьев, всех. Вот. И вот получилось так, что тема очень интересная. Я ее пропущу. Вот потом кто-то откроет, прочет, почешет, извините, репу. вот. И мне, чтобы вот такие утверждения делать, я никто, я нуль, поэтому их никто, это самое, невозможно таким гигантам. Это очень просто. Понимаете? Я к чему говорю? Вот муравьи, да, божьи создания, так же, как мы с вами, они, я просто само понятие, а подробнее не буду. Вот. Они настолько разумны их деятельность, хотя у каждого мозгов там практически нет, ну, в сумме. Помните, я говорил, что у муравьи внешнее управление. Кто как хочет, пусть так понимает. Внешнее управление. И вот они управляясь таким образом, что они по разуму не уступают нам. Я приводил кучу примеров, там, ну, не хочу повторяться, там, про эти, про фабрики, заводы, про, это самое, стройку гениальную, что нам такого в жизни не построить. Вот. И много-много-много вот, чего. И вот получается так, что насколько, ну, уже не знаю, как обзывать, неудобно, матом крыть, когда берет эта фея, которая, это самое, и поливает муравейник уксусом. Понимаете? Вот. Она даже не то, что не знает, что этого нельзя делать из моральных качеств. Она губит сады, учит губить сады, деревья, все. Вот. Ну, мы уже проходили. Просто, ну, мне повезло, что я нашел вот это вот, нашел, сделал, прям с экрана эту фотографию. Вот это вот груша. Запоминайте. Все бесполезно. Вы можете, это в моем саду, я не отгибал. Захотел, отогнулась. Но отогнулась, спохватилась, и она знает, что все равно ей надо крону растить вверх. Почему разговор про грушу дельный? Учитывая происхождение, вот, вот эта вот ветка, я не выгибал, так получилось. Вот. А почему получилось? Смотрите, на сеянце этой ветки бы не было бы такой. Груши растут все вверх. До этого есть причины, я потом отдельно вам расскажу, уже рассказывал. Привитое дерево, это боковая ветка. И вот, когда боковую ветку я привил, выпрямил, что получил? Урода я получил. Но тут начинается так. Урод уродом, выпрямил, плодоносит. Видели в моих фильмах, вкуснее плодов не бывает вообще на свете. грушу. И оставьте его в покое. А там, взять эту ветку, мало того, чтобы выпрямили, мы уже совершили на день насилия. Вот. Сделали из боковой ветки центральную, проводник. Так мы еще умудряемся при этом брать секатор и делать под стандарт. И это кого? Грушу. Но, еще раз, я про это, про форму у каждого дерева, у каждого вида. своя форма кроны. Нельзя секатором ее, ну это, я вам потом ниже покажу, какой дурью занимаются все. Вот еще пример. Теперь вы уже понимаете, что, если бы я вот, эту бы пустить сюда, в огород, эту самую даму, вот, чтобы было бы. Это все равно рано или поздно помрет. Живо! И ветки метровые просто на этом абрикосе. даром, что из Мелитополя. Так еще и эти бы уже сразу бы уничтожили. А с чего расти-то будет? Вот как природа устроена, вы, авторитеты, вот как устроена природа. Чтобы дерево не погибло, оно спасает себя само. И не нужны вам их марсикаторы. Ну, потом, ладно, уже это пропускаю, я бы еще больше наговорил. почка, почка, рознь. Это у меня есть сотни фотографий, я их называю как бы ключевые, да. Посмотрел, все ясно. С одной почки вырастает мощный побег, целое дерево. Хотя это тоже была боковая ветка вот эта, центральная, толстая. А вторая почка, она же плодовая. Ну, видно же, что плодовая. Видно. А если бы я привил ее одну, внимание, или просто бы одну привил, или одна бы погибла. А если бы эта погибла? Здесь мощное, прекрасное дерево, плодоносящее груша. Она уже у нее, сейчас уже штамп толще моего быдра. А с этого что получится? Ну, хорошо, я-то, у меня было две попытки, вот здесь две попытки. А тебе, представляете, привыка почка. Что вырастет, то вырастет. А что это я купил саженец метровый? Прошло 4 года, был случай, женщина, помните, писала, 9 лет, а он такого же роста. А куда ему расти-то? Это же боковая веточка, она должна была по программе вырасти до метра и замереть. Вот так. Ну, и тут к чему еще говорят? Черенки надо как-то и жалеть, и не жалеть. Вот здесь получается, ну, было две почки на прививку, и здесь две почки, четыре почки. Ну, считайте, что побег почти, то есть, метровая ветка уже самая ценная с ней взята, ну, можно еще взять две и две. Все. Но результат налицо. Все-таки я это, роскошиствовал, четыре почки использовал, там еще часть почек попала под срез, под клинья. Ну, считайте, метровая ветка ушла почти на одном. Зато дерево есть. А когда почка любая идет, потом вот такое дерево получите, вот такое. Если бы это было мертво. Поняли, к чему мои фотографии? Показывал, просто подвернулось. Вот срез, мертвая прививка, академик. Все ветки, включая вот эти, дали крупные плоды до 80 грамм. Есть фотографии, показывал, есть таскобилов, позировал вместе со мной. Вот где прививка была. Ловили. Теперь, время прививки еще раз. Сами видите, снег, сами видите, 0 градусов, или там плюс 2. Вот. Бутылка под бутылкой, если это начало апреля под бутылкой уже май, вот, солнечный день в мае, то есть там уже намного теплее, на 5-10-15 градусов может быть теплее. И полное вызревание к зиме. Вот это саженцы питомника Железного Сергея отличаются от саженцев, которые выращены, они дай бог еще и по третьим же растят. Прямо в этих теплицах представляете. Вот. вот, а потом еще отличаются от тех, которые посадят когда? Правильно, в мае. Вот привычка садить в мае. А как, а впереди сибирское лето или там муральское, или дальневосточное, июнь, июль, август, сентябрь, листья надо сбрасывать, а еще почки наполовину только вызрели. Вот, прощай, Вася. Вот это следующий момент, потому что раз берете, значит берете. Вот это вот просьба потом. И тут же вы можете купить роскошные косточки того же академика, там, королевского, Амура Артема Серафима, Бая, рыжего, не рыжего, это самое. И в результате у вас получится и такие саженцы, а потом переносите один на другие, я вот так вот сделаю, вы потом отдельно посмотрите. Ага, вот видите, я сделал, вот теперь ее можно читать, можно еще больше сделать. Я теперь уже боюсь опять прыгать на счет. Вот, смотрите, текст доступный, читайте, а я сделаю, чтобы удобнее было, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть поуже, вот так. Вот, отдельно прочтете, разберетесь, потому что если черенков моих не будет, вся надежда, что у вас уже будут свои черенки, и будет у вас и будущее будет уже это у вас, потому что с моими черенками и подвойными привойными вы кум-королю. Вот это просто уже я против скелетной прививки для людей, которые хотят иметь здоровый сад. а нам, селекционерам, все можно. Вот еще одна подлость. Помните, вот, если меня смотрят, хотя вряд ли он у нас авторитет, это дядя Ваня, вот, на примере погибшего сада усят всех, и, кстати, фильмы так он и не, хотя бы тот фильм, где он учит убивать, садить, наверное, сверху, жалко, что он его не, так его и не уничтожил. Но это дело его. Вот там у него промелькнуло вот это. Есть два, есть несколько страшнейших вещей. Это когда предприниматели, торгаши подсовывают то, что совершенно не годится, да, то, что обеспечивает смерть. А люди этого не знают, а они, скорее всего, могут сами не знать. Почему? Ну, продают так то. Обыкновенные, продавцы, вот он, ну, ясно, что кто продает автомобиль, он же его не делал, на заводе же работа, так и тут. Кто-то однажды решил, что это, как загубить деревья, то есть не знаю, помните, я рассказывал про клей-клеилов, да, который намазывает прямо на, якобы, прямо на штамп дерева, штамп сгнивает, а он, это самое, а кто об этом знает. Один я воплю на всю страну и уже примерно лет 15. И вдруг дядя Ваня в фильме говорит, я еще раз, потому что он не стал, он просил у меня, спрашивал, но я ему задал встречный вопрос, что трусить-то, позвонить, сказать, так, так, мы вот так. И я ему говорю, видели в фильме, это очень важный момент, это два, две вещи, которые помогают уничтожать сады, очень эффективно, с гарантией. вот, один из них, то, что, вот, разговор был такой, вот он показывает нам саженец, саженец мертвый, показывает низ и говорит, там на расстоянии сантиметров 20, чего-то нам, что-то сделал, говорит, это защита от этих, от тли. А тля-то там, наверху, она же, на самом верху, она не бывает тут, а пальцем-то он показывает на основании штамба. Я предположил, что это, та самая, тот самый клей, клеилов, да, и что он намазал, спасая от муравьев, ну, и, естественно, уже этого достаточно, он и так, по идее, там, у него все должно было погибнуть, ну, до воды 60-80 сантиметров. Так он еще и, это, возможно, намазал, но надо бы точно знать, так, чтобы привести пример, что раз уж пишет, там, что это мой учебный фильм для новичков и опытных, ну, создай еще один фильм, что я вот тут с дуру намазал, или нет, Железов не прав, я, это, что-то другое сделал, может быть, какой-нибудь пловчий пояс, или позвонил, сказал, Валерий Курцович, будете проводить вебинар? Вот. Пожалуйста, поясните, что я вот тут плохо расшифровал, сказал, что спасая от Ли, тут что-то внизу делал, а вот сделал вот это, это было очень безобидно, совершенно, например, ловчий пояс, хотя, муравьи чихали на ловчих поясах, вот, вот так хотя бы, а пленка Черенок, она, люди загубили, вот смотрите, я видел Тресада, где это самое, вот там, Клейлов уничтожил Тресада, один из моих саженцев, в этом поселке Майна была, да, Черенок, постоянно идут ко мне эти самые, вот уже люди, уже многие дошли, а я пленку не снял, а она погибла, как я с ней работал, мне подарили ее, я проводил этот самый, знаете, как бывает, я провожу лекции, меня пригласили, а кто-то, кто организовал, он торгует, просто торгует, ну там, и тяпки там, эти самые, и грабли, и эти самые, вот эта пленка, и вары, и все, 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 и инструмент там, секаторы, все, и вот, когда я лекцию прочитал, а он же человек, приманил людей, как, моей фамилии, что будет сам Железов, на лекции, и вот я заканчиваю лекцию, он мне вручает это вот, в подарок, вот, вот этот рулочек, вот, что я делаю, я беру, и обматываю черенки, посмотрел, ну, в общем-то, можно, есть там, она, конечно, сильно тянется, но здесь вдвойне сложить можно, а я же экспериментатор, я должен все знать, я попал полсотни этих самых, самых, черенков, нет, не вдвойне, в одноразовое, то есть это, не складывал вдвойне, в общем, я обмотал с полсотни черенков на прививку, и ждал, по идее, она должна была разрушиться, а я вот эту пленку снимаю, любую, веню, леп, больше я уже знаю, раньше нельзя, плохое сращивание, позже нельзя, начинает это место восьмеркой становиться, потому что обгоняют, у меня же растут мощно, а пленка не дает, вот, смотрю, июль, она не разрушается, смотрю, август, она не разрушается, я ее снял, а люди-то снимать не стали, я абсолютно уверен, что по стране таких вот, этих самых погибших саженцев, погибших прививок, из ничего, то есть садов нету, только из-за того, что люди поверили вот этому, да, разрушается, через год, полтора, и зиму может простоять, не разрушится, вот эта вот подлость там заключается, а верят кому, если бы кто-то из ученых, кто бы понимал бы, что это, миллионы, ни рублей, ни гривна, украинский, доллар, вот это вот, что мы выбрасываем, потому что им никогда близко такого не создать, в течение ближайшей 30 лет, вот, а мы все это, а у нас все это горит, представляете, вот это горько, вот это горько, с каждой этой веточкой все равно можно использовать, так, что это тут, а, автосохранение, вот следующий момент, берем черенки, и мы должны знать, какую страшную рану мы наносим деревом, даже такие безобидные раны, а, Платонова, Ганечкина, вы там свои эти создали, книги написали, вы опять всю муть туда занесли, нельзя резать, нельзя резать, нельзя резать, просто так, от них хрен делать, вот это вот можно резать, это я вам говорю, железо, вот этот саженец посажен, вот так отрезан, и, внимание, и вот, значит, я говорю, 1200 рублей вы заплатили, считайте, что вы бесплатны, вы еще в плюсе, то есть, там можно было столько, я же не стал обрезать, посылки, загнул их вот так вот двойня, и получилось, что человек вот только за этих черенков, он может сразу вырастить сад, внимание, еще раз показываю, вот, это то, что у нас идет на обрезку весной, сразу вырастить сад, привить, и на второй, третий год получить плоды, сразу лучше на всю, например, Москву, Московскую область, на всю Европейскую Россию, представляете, еще не укрывные, это только отрезан, вот как он, вот смотрите, мы вот это выбрасываем, это у нас учеба, ребята, а вам выбрасывать не обязательно, даже отсюда, вот с этого участка, вы можете получить, ну, уже не такой роскошный, что я говорил, там 2-3 метра, но вполне приличный саженец, подробности чуть-чуть, Сверх発дыхает, но международным садом, но в будущем, мы уже не можем найти, но не по-другому, мы можем найти, в том, если уникальный садом, вот он не заехал, или иди,